кто в детстве не хотел найти клад я хотел как это здорово неожиданно несказанно разбогатеть и купить какие-то потрясающие вещи велосипед кожаный мяч кеды и колонковые кисти они очень дорого стоили но потом меня что-то отвлекло и я занялся другими способами приобретение велосипедов и колонковых кистей а кто-то ищет до сих пор александр здравствуйте и что находит да много чего находят да как бы поводом об этом у нас вроде как сегодня послужило то что археология снова выходит на московские улицы то что программа благоустройства продолжает двигаться как раз по тротуарам и по мостовым центральных улиц площадей и для горожан которые в том числе там заглядывают в эту яму в прошлом году как выяснилось было таким большим сюрпризом люди довольно мало знают так большинстве о том что лежит под асфальтом так вот по наблюдениям в прошлом году когда очень большое произвело впечатление когда показалась деревянная московая на тверской улице это как вот почему-то люди заглядывали ухты там доски вот так что такое 17 18 век для археолога вещь абсолютно ну предсказуемая и не очень удивительная находка потому что в москве деревянные мостовые деревянные срубы их в общем-то в огромном количестве сохраняется под землей и тогда говорили что надо этот кусок непременно музеифицировать но вообще-то говорят через 20 метров можно наверное копнуть и найти похожий кусок и музеифицировать там поэтому специалисты относились к этому довольно спокойно но значит почему замечательное зрелище потому что в россии нигде не осталось ни одного деревянного дома даже 17 века там 18 единицы там но не храмы а вот обычные избы оказывается что под землей у нас целые улицы эти в общем существуют александр а как это происходит понятно что дерево пролежав в земле в глине сохраняется что наверное удивляет обыватели которые идут мимо и гать вот забор построил два года назад он уже сгнил а здесь 400 лет и как новенький да но как только соприкасается дерево с воздухом тут же начинает разрушаться наверно и может быстрее чем новое дерево очень стремительно поэтому просто так вот откопать это и законсервировать это невозможно это большая такая работа да это целая улица которым видно фотографии такое потрясающее зрелище в результате как бы это фиксируется потом видно что за археологами следом идет бульдозер он там пару срубов самых лучших забрали куда-то в музей стальной все это уничтожается и на взгляд обыватель это ужасно археолог понимает что у него рядом мы еще 100 таких же срубов да но мы просто не привыкли к этому относиться вот никак только к объекту музейного исследования то есть так много всего что археологи даже не считает эту ценностью ну считают но мне кажется что у них такой вот как привычный взгляд на этой схеме у нас представлены каменные объекты то есть это уже действительно речь идет об архитектуре они вот об этих там прости господи артефактах а серьезных находках исчезнувшие крепостные сооружения храма какие-то крупные каменные объекты которые могут сохраняться как мы сказали крупный рогатый скот на большой глубине могут сохраниться не только фундамента в виде роспи камней а опять же подвальные помещения какие-то цельники довольно и вот в этом году сезон только начался но уже были вскрыты фрагменты китай-городской стены практика такая ночи на самом деле сложно все это бюрократически там организационно но начинают траншеи копать рабочие да там археологи потом проходят и смотрят что там получается хотя как бы мы знали примерно китайская стена это не новость какая-то где она сидит под асфальтом все примерно известно тем не менее видно что справа кладка порядочно взломана там ковшом или чем-то при раскрытии и тоже мне кажется что это взгляд профессионального археолога там ну мы же зафиксировали все нормально но с другой стороны это вот кирпичная кладка времени это детства ивана грозного скажем у нас выше уровня земли такого сохранилось очень мало где но она была как-то очень быстро зафиксирована и работы идутся дальше помещение это засыпано моего больше не предполагать что увидим а александр а есть вообще какие-то может быть карты которые бы где-то позволяли копать строителям а где-то просто не позволяли те страны в которые которых лопату в землю не воткнешь без того чтобы не прибежала вся диаспора и начала кричать что здесь наши предки по закону у нас весь культурный слой вот в рамках центра москвы исторического он целиком охраняется но это не значит что не воткнешь лопату потому что как строительство идет вот но привычно археологи они просто контролируют эти работы ведущиеся очень редко бывает возможность запустить туда сначала археологов чтобы они там месяц спокойно копали значит по науке они в торопях бежали за строителями и вот поэтому сейчас но я надеюсь что в этом сезоне будет уже как-то удачнее чем в предыдущем а на следующий год может что лучше потихоньку отрабатывается какая-то схема чтобы все-таки не не бежать позади этого паровоза на этой схеме показана вот это вот баранка наверху это здание старого гостиного двора на варварке улица была расширена средневековой настолько что целые на целиком постройки включая цирку получают сейчас не под тротуаром но и под проезжей части улицы возможно это действительно не россыпи камней а полноценные помещения в которые может быть даже доступ можно устроить подъездной очень интересно сейчас мечтать об этом главное если сейчас это не будет случайно разрушена ну и не знаю такие романтические картинки очень многочисленных примеров включения архитектурной археологии в жизнь современного города у нас в москве пока что единственный пример когда раскопанные камни были помещены под стеклянную витрину подсвечены и когда мы именно не где-то в помещении в подземелье а прямо с улицы можем видеть эти экспонаты в кремле на месте разобранного 14 корпуса сейчас ведутся раскопки и вот это сделано именно как музейная витрина мы уже можем видеть себе как как это да как это делается в кремле и представить себе что очень все центральные улицы имеют такой прекрасный потенциал на будущее а можно ли чтобы такого было много город может такое выдержать но ведь действительно интересно не просто идешь по тротуару или посоленному с жидким снегом или раскаленному солнцем а вдруг натыкаешь на какие-то потрясающие вещи куда можно заглянуть на них не обязательно там натыкаться не в смысле спотыкаться нет конечно в уровне в европе это очень любит включать куда-то в пространство метро подземных переходов каких-то пассажей подземных когда это становится частью такой декорации и просто ну вот у нас это сейчас по сути дела только начинается вот эти работы по благоустройству показали в общем насколько теперь уже и случайные прохожие видели заглядывали в эти ямы и понимают что под ногами сколько всего разного интересного а возможно александр чтобы дело было сделано таким образом вообще возможно ли чтобы археолог сказал или археологи сказали мы знаем что вот здесь есть что-то очень интересное мы хотим здесь копать с этим приходят в городскую администрацию и этот вопрос решается в их пользу но вообще такая мировая практика что то что копали в девятнадцатом веке эти памятники считаются вообще уничтоженными поэтому включаются такие раскопки как правило да когда есть для этого какой-то повод вот у нас сейчас повод эти траншеи все равно как бы это все идет и уже примерно известная программа на следующий год можно начинать все делать заранее александр здорово вы подтверждаете собственно говоря тот факт что клады есть да а если здесь значит надо их искать массиво что блестит спасибо вам большое спасибо вам